Здравствуйте, уважаемые севастопольцы и гости города-героя. Великолепнейший праздник впереди. 235-летие Черноморского флота. Мы знаем, что на Черноморском флоте популярны такие виды спорта. Прежде всего, конечно, прикладные, это и парусные плавания, это рукопашный бой, где мы очень сильны, сборная Черноморского флота. Это у нас футбол, неоднократные чемпионы Южного федерального округа. Великолепный турнир пройдет по боксу, также в котором будут участвовать дети военных, офицеров флота. Также у нас парусный спорт, проходит регата, ну и, конечно, хоккей. Сегодня мы пригласили в студию помощника командующего флотом по физподготовке, начальника физподготовки Черноморского флота по физподготовке Олег Хоменко. Здравствуйте. Олег Владимирович, действительно у нас грандиознейшее мероприятие. И несколько слов о нем. Именно вы только что приехали с ночной лиги, буквально сегодня прилетели, где присутствовали на матче, в котором участвовали и Путин, и Шойгу. Пожалуйста, несколько слов о тех впечатлениях, которые вы испытали там. Ну, вы знаете, что всегда, когда у нас праздники в Севастополе, на Черноморском флоте, мы всегда проводим очень много мероприятий спортивно-массовых. Но то, что будет 13-го числа в 17.00 в Кадетском училище, на ледовом катке, дворце, такого никогда не было. И, пожалуй, и в Крыму, да и в других регионах России, чтобы сразу 14 олимпийских чемпионов, легенды хоккея, приехали на Агала-матч. Против них будут играть друзья ВМФ-команда, которую возглавит наш командующий Черноморским флотом Александр Викторович Витко. Он встал на коньки, и спасибо, что он возглавляет это направление хоккей. Как я сказал, в 17.00 в воскресенье, 13 мая, как раз уже торжества все закончатся спортивные, и будет гала-матч, открытие, на котором будут присутствовать 14 олимпийских чемпионов. Может, мы назовем имена? Я знаю, что в Севастополе хоккей любят. Тем более идет сейчас чемпионат мира по хоккею, где наши выступают пока, скажем, мне лично нравится. Уступили, но уступили в дополнительное время. Это значит, очко все-таки. Идут в своей группе на втором месте, уступая шведам наша сборная команда России. А вот назовите всех тех заслуженных мастеров спорта, легенд, звезд мирового спорта, и, конечно, российского. Пожалуйста. Конечно, это Яковшев, один из самых известных наших хоккеистов. Косатонов, Фетисов, Гусаров, Каменский, Кожевников, Мухаммедов, Гуськов, Буцаев, Мишуков, Ильин, Давыдов, Леонов и Мышкин. Вот такая вообще звездная команда для Севастополя и для Крыма, пожалуй, это такое будет очень большое событие. И резонанс, я думаю, что это будет тот толчок, который побудит наших детей заниматься хоккеем. Но у нас уже предварительно идут соревнования среди юных хоккеистов. Он называется Кубок Победы. Как проходят соревнования, где играют и из достоинства выступают севастопольские хоккеисты? Да, конечно. Четыре детские команды, это 11-й, 12-й, 13-й года, участвуют на трех ледовых площадках. Одна ледовая в Ялте, в городе Ялта, вторая в Симферополе. И заключительный этап в городе Севастополе пройдет, опять же, в Кадетском президентском училище. У нас юный черноморец выступает от Севастополя. От города Симферополя две команды, это Джокер и Южные Пингвины. И ялтинская команда Белый Лев. Такие с львами тяжело будет играть, я знаю. Да, но... Крымчане неплохо с Южного береза. Пока у юного черноморца две победы, и они идут на первом месте. Что подтверждает того, что, конечно, потихонечку у нас идет становление хоккея. Приходят хорошие, нормальные тренеры, которые могут подготовить, которые создают все условия. Ну и, конечно, мыслят масштабно для того, чтобы был детский хоккей, детская школа. Вы назвали звезд, легенд советского и российского хоккея. А кто будет играть в сборной? Имя капитана команды мы услышали. Но я знаю, что усилится команда и хоккеистами из Санкт-Петербурга, и с северной столицы. Да, и с Академии, военно-морской Академии будут участвовать, например, заместитель военно-морской Академии, герой России Сергей Владимирович Рычук. Это подводник наш. Он хоккею отдал половину жизни. И до сих пор в его возрасте он очень прилично играет. И, надо сказать, участвует в чемпионатах вооруженных сил. То есть это очень большой уровень, потому что там молодежь бегает, и он достойно выступает. Как я уже сказал, наш командующий Александр Витков будет участвовать. Также много ветеранов бывшего питерского СКА. Мы их назвали, естественно, друзья ВМФ, потому что Санкт-Петербург и Севастополь – это, я считаю, очень побратимые города, похожие по своему морскому духу. И самое главное, там еще и главнокомандующий находится наш. Поэтому и сборная – это в галоматче, мы говорим сейчас. Да, да, да. А сам турнир начнется после открытия турнира и галоматча, начнется 14-го числа и продлится аж до 20-го. 20-го будет закрытие, участвуют 6 команд. Назовите их команды, я знаю, что там команды на слуху. Очень приличные команды – это чемпионы вооруженных сил, сборная война морского флота во главе с главкоматом и война морской академии. Дальше – это сборная МЧС всей России, это очень сильная команда. Сборная ВДВ, также мы ожидаем командующего ВДВ. Вот он подтвердил вроде бы, но осталось. Сборная ВДВ также была и призером, и чемпионом кубков, и чемпионата вооруженных сил. Также Черноморец наш взрослый – это сборная Черноморского флота. Сборная Крыма – это все города Крыма, которые занимаются, объединились. Тоже очень серьезная, приличная команда. Ну и военно-артиллерийская академия. Поэтому это курсанты, это преподаватели, они всегда занимаются и хорошо выступают. Регулярно. Регулярно, да, это значит в чемпионатах вооруженных сил. Шесть команд, такой формат мы посчитали, что, наверное, больше пока нет смысла, потому что хотя бы первый кубок Ушакова под патронатом командующего флотом. И надо провести его на достойном уровне. Но прежде всего мы скажем и о награждении. У нас вот такой великолепнейший кубок будет вручен команде-победительнице. Отметим, что также целый ряд сувениров, призов, также медали будут вручены победителям и призерам нашего турнира. И хотелось бы отметить, что завершится турнир 20 мая. 20 мая и завершение чемпионата мира по хоккею. Так что болельщикам, те, кто любит хоккей, воскресный день придется выбирать, где смотреть и в чем участвовать, как зритель, как болельщик. Но у нас хоккей любят в Севастополе, он становится с каждым годом популярнее и популярнее. И мы видим много болельщиков и зрителей на матчах. Кубок победы. Когда будут вручать ребятам, наверное, скорее всего, известные, титулованные люди? Кубок победы – это наши дети, крымские, севастопольские, или кто приехал жить в Севастополе, в Крым, в гости. Но все-таки для некоторых это первый турнир, потому что многим из них по 5-6 лет. И это наверняка для них будет запоминающимся турниром, потому что в трех городах он проходит уже для ребенка в таком возрасте. Какое-то, да, совершенно верно. Это турне такое. И самое главное – будет командующий награждать. И мы решили перед открытием Кубка Ушакова наградить сначала детей. Немножко приоткроем такую тайну. К нам приезжает вице-президент хоккейного клуба «Акбарс». И он также хотел бы наградить и немного поделиться опытом, как у них в Татарстане развивается хоккей. Вы знаете, что «Акбарс» – это один из лидеров. Вообще Татарстан – один из лидеров. Да, 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 конечно. Также приезжает к нам и генеральный директор «СКАС Петербург» Тачинский Андрей Валерьянович, который также будет награждать. И ему очень нравится, что в нашем Севастополе все-таки зародился хоккей и продолжает. И я думаю, что вот эти два серьезных клуба, они окажут нам какую-то поддержку. Именно в развитии детского хоккея. Потому что, если взрослые, вы знаете, мы можем призывать хоть на контракт игроков неплохих и потихонечку здесь формировать. И тренер у нас есть, Владимир Геннадьевич Синицын, вы уже брали у него интервью. То с детским хоккейом и с детьми надо особенности свои. И тренеры должны быть также профессиональными, а не просто играющие в хоккей. Наша команда готовится серьезно, готовилась именно к этому турниру. Ведь дома проигрывать не хочется. Действительно. Мы, во-первых, как и организаторы выступаем. И теперь уже и хозяева этого турнира. И, конечно же, командующий очень много сделал и помог для подготовки нашей сборной. Мы провели ряд сборов, несколько выездных матчей в Санкт-Петербурге, в Краснодаре. И также мы, в общем-то, пригласили на этот турнир не просто какие-то команды проходные, а на самом деле мы хотим уже перейти на тот уровень. И вот в ночной хоккейной лиге, в которой я тоже прилетел сегодня, там обсуждался вопрос, чтобы... Там же есть разные дивизионы. И чтобы один из дивизионов, одной из них, сделать военную. И чтобы все силовики, которые хотят выступать в ночной лиге, были из вооруженных сил, из МЧС, из Министерства внутренних дел и так далее. Вот на такой ноте мы завершаем нашу программу. И ваши поздравления с юбилеем, с юбилеем Черноморского флота. Конечно, я хотел бы поздравить всех наших военнослужащих, членов семей, ветеранов прежде всего. Ну и, конечно, наших детей, которые в будущем будут защитниками Родины. С нашим праздником, с Днем Черноморского флота, с Днем образования Черноморского флота. 235 лет. С праздником, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова